Эксперты не исключают, что в рамках официального визита Александра Лукашенко в нашу страну главы двух государств подпишут договор о поставках в Беларусь казахстанской нефти. Ну, по крайней мере, о заинтересованности в этой сделке не раз говорил и сам белорусский лидер. И к нашему эфиру сейчас этим утром присоединяется аналитик нефтегазового рынка Казахстана Сергей Смирнов. Сергей, доброе утро! Доброе утро, Ростан. Вот скажите, поиск поставщиков, насколько нам известно, поиск поставщиков нефти альтернативных российским Минск начал из-за налогового маневра в нефтяной сфере, который проводит официальная Москва. Что в итоге означает увеличение стоимости российского черного золота до уровня мировых цен. Вот на фоне этого, насколько выгодно будет белорусам сделка с казахстанскими партнерами? Ну, я могу напомнить, что Белоруссия постоянно ищет пути к диверсификации поставок сырой нефти. Она пыталась поставлять нефть из Ирана, Венесуэла, Азербайджана. К примеру, поставки из Венесуэлы обходились в 130 долларов за баррель, в то время как из России всего лишь 60. Неоднократно пыталась Белоруссия наладить поставки сырой нефти из Казахстана. Так, в 2004 году в Минске разработали проект сотрудничества нефтегазовой отрасли, который предусматривал поставки 2 миллионов тонн нефти. В 2012 году был подписан меморандум о сотрудничестве в нефтегазовой области с Казахстаном, но поставки, так сказать, нормальным образом так и не начались. Я могу привести пример, что с августа 2016 по июне 2017 года в Беларусь было поставлено всего лишь 108 тысяч тонн казахстанской нефти. При этом она обошлась в Беларуси дороже, чем казахстанской, переплата составила около 5 миллионов долларов. Железнодорожные поставки в прошлом году составили 6,7 тысяч тонн и переплата составила 5 миллионов. Сергей, скажите, а вот насколько белорусский рынок интересен нам, Казахстану, учитывая, что в основном отечественная нефть поставляется в Европу? Ну, насколько я специально посмотрел, посмотрел публикации на эту тему и обратил внимание на то, что в недропользовании у Казахстана белорусский рынок не очень интересен. Потому что невыгодно по сравнению с остальными направлениями поставлять в Беларуси. Гораздо выгоднее поставлять нефть, допустим, в тот же Китай. У нас, вы знаете, построен нефтепровод в Китае от Асуала-Шанькова. То есть в перспективе по нему можно поставлять до 20 миллионов тонн нефти. Он заинтересован в казахстанской нефти и сопредельной республике, в частности, Узбекистан, где построено довольно много нефтеперерабатывающих мощностей, но своей нефти не хватает. Сергей, а скажите, вот есть предположение у вас, если казахстанская нефть все-таки отправится в Беларусь, по какой цене она будет уходить? Уходить? Покупаться белорусами? Ну, дело сложно сказать, но дело в том, что поставки в Беларусь обойдутся в Минску значительно дороже, чем поставки сейчас из России. Потому что сейчас Беларусь получает нефть по внутрироссийским ценам и беспошлиных, экспортных. А если посмотреть на нефтяную политику Казахстана, то он навряд ли откажется от беспошлиной торговли. Это возможно только после образования единого энергетического рынка в странах ЕАЭС, когда будут пошлины отменены. Ну что ж, спасибо! Спасибо! Этим утром мы беседовали с аналитиком нефтегазового рынка Казахстана Сергеем Смирновым. Вам хорошего дня!